Турнир проходит в рамках учебно-тренировочного мероприятия сборной России по фехтованию и имеет большое значение для индивидуального рейтинга каждой спортсменки. За первое место в этом соревновании с коэффициентом 0,5 можно получить 16 очков. Татьяна Андрюшина, как, впрочем, и все остальные шпажистки, настроена на победу, ведь от качества выступления зависит возможность попасть в состав команды, которая будет представлять Россию летом на Олимпийских играх. У нас ведущие шесть, наверное, человек. Это Анна Сивкова, Татьяна Лагунова, Виолетта Колобова, Татьяна Гудкова, Яна Зверева, Любовь Шутова. То есть, ну, вот это такие достаточно серьезные личности, которые стабильно выступают, выпадают в сборную. Выступать на уровне Олимпийских чемпионок, победительниц чемпионатов мира и Европы довольно сложно. Но это только начало сезона. Впереди еще множество турниров, где можно проявить себя и набрать хороший рейтинг. А этот всероссийский турнир – последний старт этого года. Мне самое главное увидеть, в каком состоянии главные кандидаты в сборную уходят на новогодние каникулы. Потому что с 4 января уже начинается опять второй этап подготовки к Олимпийским играм. В январе уже будет 20-х чисел очередной этап Кубка мира. И вот к этому турниру нужно, чтобы спортсменки в хорошей форме подошли. Каждая из 44 сильнейших спортсменок России выступает по Олимпийской системе. Сначала проходит по шесть боев. Победа достается тому, кто наносит пять уколов за три минуты. Затем встречи на вылет. Результаты соревнований подвели уже сегодня.